Доброе утро, уважаемые зрители! Продолжается Великий Пост, время для усердного посещения богослужений, период, когда мы особенно тщательно вглядываемся в свою жизнь и просим Бога. Даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего. О Великопостной службе и трезвом взгляде на себя сегодняшние четверть часа в прямом эфире. Меня зовут Ирина Пономарева, и это проект «Союз Онлайн». По средам, пятницам и некоторым другим дням Великого Поста, придя на утреннюю службу в храм, можно обнаружить, что она включает в себя изобразительные. Что это за богослужение такое, сейчас узнаем. Есть отдельная служба, которая совершается сейчас только Великим Постом, но еще в некоторые особые дни. Она называется сложным словом «изобразительное». Что такое изобразительное? Это такой непонятный перевод греческого слова «типика», что значит «устав». И эта служба – это устав келейного причащения. Чтобы понять смысл этой службы, нужно немного обратиться к истории. В древности очень часто монахи жили отдельно, по отдельным кельям, а вместе собирались на молитву только в воскресный день. Но так как, несмотря на то, что вместе они молились нечасто, им все равно хотелось как можно чаще причащаться, то они брали святые дары, брали тело Христова с собой и причащались келейно за этими вот запасными дарами телом Христовым, которые они взяли с прошедшей ритургии. И это была не только монашеская практика. Первые христианские писатели описывают, что многие обычные христиане тоже так поступали, держали у себя дома тело Христова и причащались им ежедневно. Интересно, что сейчас у нас благочестивые христиане каждое утро вкушают просфоруса святой водой, а в древности христиане старались вкушать ежедневно тело Христова, то есть уровень духовной жизни был такой гораздо более возвышенный. Потом эта практика была отменена, потому что стало слишком опасно давать людям тело Христова, когда в церковь вошло очень много людей, было уже непонятно, как человек отнесется к святым дарам, может быть, как-то неправильно поступит, надругается над ними случайно или специально. Поэтому практика эта была отменена, но в древности она имела широкое распространение. И вот для того, чтобы причащаться этими самыми запасными дарами, и была установлена служба под названием «Изобразительная», которая состоит из нескольких псалмов и молитв, готовящих человека к святому причастию. В частности, некоторые из этих молитв вошли и в нашу литургию. Например, заповеди блаженства входят в состав изобразительных, на изобразительных читается или поётся символ веры и Отче наш, то есть такие пересечения с нашей обычной литургией, которая нам хорошо знакома, также здесь присутствуют, имеются в этом богослужении. Это был фрагмент лекции романаха Афанасия Дерёгина о суточном круге богослужений. Видеозапись целиком смотрите на портале православие.ру, а её фрагмент ещё не раз появится в нашей рубрике «Терра инкогнито». Ну а теперь «Дар слова». Даже если христианин живёт мимо церкви и является скорее захожанином, чем прихожанином, уж великим допостом многое подвигнет его к тому, чтобы приступить, наконец, к таинствам исповедей причастия. Однако к этому должна прилагаться и серьёзная внутренняя работа над собой. Быть, а не казаться – важный принцип в этой работе. О том, как нередко мы стремимся произвести впечатление на окружающих, о привычке выносить суждения на темы, в которых не разбираемся, и ещё о ряде страстей человеческих заставляет задуматься рассказ Надежды Тэффи «Аэродром». Надежда Тэффи «Аэродром». Петербург ходит, задрав в голову кверху. Приезжий иностранец, наверное, подумал бы, какая гордая нация! Или не ищут ли они там за звёздами, чтобы погибнуть? Эй, нет, не ищут, просто знают, что французы летать приехали. Ну и надеются, не залетят ли, мол, сюда, на улицу, ну, чтоб на даровщинку поглазеть-то. Каждый день, начиная с двух часов, огромная толпа бежит, едет, идёт и ползёт по направлению к аэродрому. Полёты начинаются, если только начинаются, в пять. Но многие любят прийти с запасцем. Часы в России считаются машинкой ненадёжной и шаловливой. И любят подурачить честной народ. И тогда, посмотришь, на Николаевском вокзале стрелка показывает десять часов утра, а на соседней колокольне восемь вечера. На аэродроме веселятся, как умеют. Ругают буфет, ругают ветер, ругают солнце, ругают дождь, облака, холод, жару, воздух. Ругают всю природу во всех её атмосферических, проявлениях и уныло смотрят на дощатые ангары, около которых суетятся танконогие французы и избранная аэроклубом публика. Выдвинут из ангара длинную, зыбкую машину, похожую не то на сейлку, не то на веялку, потрещат винтом, поссорятся и снова тащат на место. А публика бежит из буфета и ругая бутерброды, спрашивает, кто полетел, кто полетел, кто полетел. Посреди круга палка с флагом. Долго мучились, придумывая цвета. За границей, если полёт отменяется, выкидывают красный. У нас полиция запретила. Это ещё что за марсельеза? Чёрный тоже нельзя террориста радовать. А? И жёлтый неудобно. Кто его знает, что он там значит. Решили остановиться на цвете голубой жандармский. Успокоительный цвет. Состоится полёт? Состоится. Выкидывают голубой жандармский. Посветлее. Не состоится? Потемнее. Смотрит публика и ничего не понимает. Растолкуем разницу между голубым и синим. Ну вот и завертелся винт. Зашипел. Загудел. Пыль столбом. Ещё минутка. И полетела сейлка-вилка. Смотрят. Теразинули. Некоторые переглядываются, улыбаясь. Точно увидели, как рыба гуляет на хвосте. Минут через десять удивление проходит. И начинается критика. Очень это ещё всё несовершенно. Летает, летает. Ну, даже надоело. Я, знаете, хочу потребовать деньги обратно. На полянке, где ждут извозчики и стоит бесплатная публика, критики ещё строже. Видал, как Эндон полетел, а? Ну, есть чё смотреть. Я думал, и вправду машина полетит. А он взял четыре палки, натянул холстину. Да и всё тут. Эдак-то и каждый полетит. И ты полетишь. Мне нельзя. Я при лошади. Как бы ни лошади, кем бы полетел бы? Отвяжись ты, окаянный человек. А что, Григорий, видал, как люди нынче летать-то стали? Люди? Где же они летают? Да как где? Так вон, сейчас полетел. Барин летел. А ты говоришь, люди. Чего барину не полететь? Народ обеспеченный. Летают? А пусть себе летают. Мне-то что? Волнуются и спрашивают о мнении больше интеллигенты. Мужики и извозчики чрезвычайно равнодушны. Посмотрят сонными глазами на парящего фармана и сплюнят с таким видом точно у себя в замягшине. И не такие штуки видывал. В середину круга к ангарам, аппаратам и тонконогим французам попасть очень трудно. Нужна особая протекция. Один инженер, набравшись храбрости, рискнул и перешел заколдованную черту. Не успел он сделать десяти шагов, как к нему подошел какой-то полный господин уностранного покроя. Очевидно, один из участников воздушного дела. И вежливо поклонившись, что-то спросил по-немецки. Инженер этого языка не знал. И ответил по-французски, что очень просит разрешить ему посмотреть поближе машины, так как он сам специалист и очень авиатикой интересуется. Но полный немец не понимал по-французски ни слова. И снова сказал что-то по-немецки. И грустно покачал головой. Инженер понял, что немец рад бы был пропустить его, но не может. Так как это будет против правил. Он вздохнул, извинился, развел руками и вернулся на свое место. Немец тоже исчез. Когда полет окончился, и публика стала расходиться, инженер снова увидел своего немца. Тот сидел на автомобиле и ласково указывал на свободное место около себя. Предлагая подвести. Какой любезный народ эти иностранцы. Подумал инженер и с радостью воспользовался предложением. Ну тем более, что при разъезде с аэродрома очень трудно разыскать своего извозчика. Все они, позабыв свой номер и свое имя, пялят глаза на небо. Разговаривая больше с жестами и любезными улыбками, инженеры немец, делились впечатлениями дня. Русские вообще как-то слащавы с иностранцами. В особенности, если говорят на чужом языке и непременно скажут пардон. Там, где по-русски привычно и верно звучит «Да чтоб тебя!» Радушничал немец. Устраивая инженера поудобнее. Деликатничал инженер. Усаживаясь на самый крайшек. Так ехали они умиленно, весело и приятно, как вдруг на повороте немец высунулся вперед и крикнул шоферу. «Забирай левее, братец, там будет посвободнее, то видишь сам, какая давка не тронено!» Так я чеканил на чистейшем русском языке. Инженер чуть не выскончил. «Да ведь вы русский!» «Господи!» «Да ведь и вы!» «Что же дурака-то ломали?» «Я думал, что вы из самых главных французов!» «А вы?» «Так что же вы меня из круга погнали?» «Возмущался инженер!» «Я вас!» «Да Господь с вами!» «Это вы меня, а не я вас!» «Я подошел и вежливенько попросил позволения остаться, а вы все только руками разводили, разводили, и рад бы, мол, да!» «Не имею права!» «А я еще подумал, какой симпатичный!» «Вот как бы не так строго, он бы меня пустил!» «Эх, вы!» «Ну и вы тоже хороши!» «Обрадовались, что с французом на автомобили едете!» «А вы не рады были, что вас воздушный немец везет, да?» «Эх, вы!» «И как же это вы не догадались?» «А вы от чего не догадались?» «Нашли тоже французы!» «И долго и горько не укоряли друг друга!» «Вот какая печальная история разыгралась у нас на аэродроме!» «И невольно возникает вопрос, полезно ли в воздухоплавание!» «И не человек и соревнования!» Субтитры создавал DimaTorzok